Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз с Хайлулом вас. Вот я сейчас веду урок с города Цфата, старинный город, великий город. Вернемся к недельной главе. Священник, который будет в те дни, сказано в этой недельной главе. Тора подчеркивает, что первинки плодов следует отдавать коину, храмовому священнику. Но что такое в те дни? Вот есть такой короткий рассказ. Раби Зуша из Анеполя был очень бедный человек. И за ним постоянно наблюдал один из прихожан. И он разбогател и, помня святости и учености Раби Зуши, помогать начал праведнику. Делал пожертвования, там наружу раввина и так далее. В очередной раз он взял с собой деньги, пришел в синагогу, Зуша не оказалась. Ему сказали, что он поехал к великому Магиду из Межирича. Ему говорят, а кто это? Он говорит, так это его учитель. Так подумал богач. Вместо того, чтобы помогать Раби Зуши, я буду помогать Магиду. И он начал отправлять Межирич пожертвования. Однако через несколько дней начались неприятности по бизнесу, еще, еще, еще и совсем плохо стало. Бизнесмен пошел на поклон к Раби Зуши. Раби, он говорит, я не виноват, я всего лишь решил, что если вы ездите к Магиду, следовательно, он более крутой праведник. И вот я стал отправлять пожертвования в Межирич. И Раби Зуши ему сказал, именно когда вы давали пожертвования мне, не самому, может быть, великому праведнику, то Всевышний помогал вам, может быть, не самому праведному еврею. Когда вы решили давать Заку истинному праведнику и стали взвешивать, кто из них самый настоящий, Творец тоже послал сначала, так сказать, инспекцию проверить, как теперь относиться к вам. Именно об этом пишет Тор. Первинки, то есть первые плоды надо приносить не самому какому-то, кто придумает праведному койну. Нельзя браковать других, которые возле тебя, иначе Всевышний забракует и самого дарителя. Сейчас в преддверии Руша-Шанай-Юм-Кипура мы хотим удостоиться милосердия неба. Мы просим Всевышнего не относись к нам слишком строго, не наказывай за наши проступки. В Талмуде, в трактате Сата сказано, к тому, кто относится к другим милостиво, на небесах относится тоже милостиво. Поэтому, если мы забудем обиды, нанесенные нам людьми, Бог сделает вид, что не заметил обид, нанесенных ему. Прощайте других, и тогда Бог простит вас. Все очень просто. Пришел один ученик Рэбе и говорит, Рэбе, как мне научиться прощать? А Рэбе ему говорит, а что толку в лечении симптомов? Лучше всего учись не обижаться. Вот смотрите, мы же не обижаемся на то, что лицо другого человека не похоже на наше. Правильно? Разнообразие имеет многие преимущества. Точно так же и следует воспринимать то, что у разных людей разные мнения. Многим кажется, что вот есть проблема, люди, когда идут к иудаизму, им кажется, что человек, который посвящает себя Богу, чем больше он это делает, тем больше он утрачивает свою индивидуальность. Согласно Тори, верно как раз обратное, наша истинная индивидуальность напрямую зависит от глубины нашей связи с Творцом. То, что мы по ошибке обычно принимаем за свою личность, говорим, это мы на самом деле, является нашей вторичной животной стороной. А поскольку природные инстинкты и естественные позывы у всего человечества примерно одни и те же, то и личность, порождаемая ими, будет в лучшем случае вариацией общей темы. Таким образом, вот эта иллюзия, как бы, что личность индивидуальна, она не работает. В отличие от этого, поскольку Творец бесконечен, количество каналов, посредством которых Божественность проявляется через нас, тоже бесконечно. Таким образом, наша Божественная личность делает человека поистине уникальным. Следовательно, вдумаемся, чем больше животная составляющая нашей личности растворяется по мере приближения к Богу, тем в большей степени проявляется наша Божественная индивидуальность. Вот и все. Тело – это одежда души. Наша цель прихода в этот мир – найти за материальной оболочкой свою душу и отыскать ее. А мы ищем крайнего. Собственные заблуждения, написали мудрецы, и поступки закрывают от глаз человека руку Господа, постоянно направляющей его. Ему кажется, что он брошен на волю случая. Поэтому душа человека часто съедена тревогой и скорбью. На самом деле Бог все видит. У мира есть хозяин, он следит за нами в этом временном мире. И тут надо еще понимать, что мысль о том, что этот мир является только неким коридором, ведущий мир грядущий, не означает, что этот мир не так уж важен. Напротив, сказано, что он чрезвычайно важен. Потому что все совершаемое здесь обладает исключительной способностью создавать вечные духовные структуры. И влияет на все миры. Поэтому важно быть и правильным в этом мире, и готовить себя к правильному жизни в следующем. Вообще важно в эти дни посмотреть на себя со стороны, таким пусть строгим, но справедливым взглядом. Посмотреть, где надо поднажать, где надо почистить, где надо прощать. Браха вы от слаха из этого священного города Свата. В этот потрясающий день Хайлул я даю всем большую-большую браху. Браха вы от слаха.